И еще о благотворительности. Четкий взгляд на мир. Это не только цель, но и название программы, которую год назад запустила в России одна из оптических компаний. За это время она помогла уже более семи сотен детей с нарушениями зрения. Отныне и в их числе юные жители нашего города. С подробностями Алексей Карельский. По статистике каждый третий ребенок в мире нуждается в коррекции зрения. Юные архангелогородцы не исключение. В нашем городе слабовидящие малыши занимаются в двух дошкольных учреждениях. В детском саду «Колобок» им отведено 5 групп из 12. Порядка 60 детей ежегодно получают в этом детском саду коррекционную помощь. Это специальные коррекционные развивающие занятия, которые проводят высококвалифицированные специалисты дошкольного учреждения. Это учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи. И, конечно, ребята наблюдаются у окулиста. Регулярно посещать офтальмолога, соблюдать гигиену глаз малышей призвали и их сегодняшние гости – представители французской оптической компании. Год назад она запустила в России масштабную программу, которая призвана сформировать у детей культуру заботы о зрении. В том числе и для этого гости подарили трем десяткам воспитанников детского сада новые очки с корригирующими линзами. «Посмотри в зеркальце, смотри, какая ты красивая. Нравится?» «Скажи, пожалуйста, какие очки тебе больше нравятся? Твои старые или вот эти новые?» «Вот эти новые». «А чем они нравятся?» «Потому что они не спадывают. Они мне красивее, чем те старые». «А видишь-то в них лучше или хуже, или так же?» «Лучше». Архангельск стал 18-м городом, в котором прошла такая благотворительная акция. При этом французская компания действует не в одиночку, подключает партнеров. В нашем регионе им стала сеть оптик. «Родителям было предложено подойти в оптику, выбрать себе оправу. Рецепт готовил врач. Дальше оптики готовили очки уже. Потребность при замене очков есть всегда, поскольку ребятки растут и зрение меняется». Вместе со зрением у ребят теперь должно немного поменяться и мировоззрение. «Нельзя много смотреть. Ни телевизоров, ни компьютеров, ни планшетов, ни телефонов». Это правило выучили. О другом, необходимости регулярно посещать окулиста, им будет напоминать еще один подарок от гостей – игрушка «Доброгласка». «Спасибо!» Алексей Корейский, Светлана Михеевская, Регион 29.